Для Марата Петрова фасад многоэтажки, словно большой холст, а традиционные инструменты художника, кисти и краски заменили баллончики. Дома микрорайона Репина уже украшают два мурала, созданных автором. Перевернутый урок с портретом народного учителя Юрия Латышева и сказочной Ундория. За его основу был взят знаменитый в наших краях минерал симбирцит. В этот раз ансамбль красочных панно дополнит образ семьи Аркадия Пластова. Потому что уникальная семья, которая из поколения в поколение передает ценности творчества, искусства. И начиная с Григория Пластова, они занимаются картинами, росписью. В детстве Аркадий Пластов вместе с дедом расписывали церковь, и он вдохновился этим. И начал писать картины о деревне, о жизни в деревне, о традициях. И передавал это с помощью красок. Диалог через искусство продолжает новое поколение творцов. В этот раз выбор пал на торец дома номер 9 по улице Скачилова. Рисовать на такой гладкой поверхности, признается стрит-арт-художник, одно удовольствие. Работа началась под покровом ночи. При помощи проектора Марат вывел изображение на стену. После приступил к заливке цветом. Задавая тональности, стиль граффити, муралист вдохновлялся работами Аркадия Пластова. Предпочтение отдал теплым оттенкам, чтобы выдержать единый стиль многоэтажки. Мне безумно компонирует творчество Аркадия Пластова. Они такие живые картины, насыщенные цвета, солнечные, яркие. У Аркадия Пластова техника немного иначе, конечно, отличается от того, что мы сейчас наносим аэрозольной краской. А у Аркадия Пластова все-таки больше это мазки, кистью и работы с маслом. А вот замысел запечатлеть момент истории един для обоих художников. На данном этапе готова почти половина мурала. Работа кропотливая. Еще на этапе создания эскиза Марат постарался детально отобразить основную задумку – единство поколений. Аналогично звучит тема стрит-арт-фестиваля Приволжского федерального округа «Форма-арт», в котором Марат поборется за первое место. Мастерство творца оценит состав жюри, однако последнее слово за соотечественниками победы сложится из числа голосов, отданных работе художника. По завершению масштабного рисунка на сайте фестиваля будет открыто голосование. По его итогам определят получателя главного приза – 200 тысяч рублей на развитие своего потенциала.